Доброго всем времени, уток! В сегодняшней телерадиопрограмме мы, наконец, потрогаем одну из вершин любой ретроколлекции. Железку дорогую и желанную. Впрочем, цены на ретро-железо – это отдельная песня, а скорее сборник матерных частушек. Но к делу. Среди ограниченного набора священных граалей современного ретропекаря есть один, из которого, вопреки требованиям санитарии, попили уже, наверное, все более-менее популярные ретро-ютуберы. А кто-то и по несколько раз. Итак, сегодня Pentium Pro. Самый профессиональный, самый лучший, самый большой процессор середины 90-х. Год – 1995. Шестое поколение интеловских процессоров. Беспрецедентный вычислитель класса Money No Object. Цена законченных сборок в районе 5000 баксов не шокирует разве что корпоративного клиента, который как раз искал себе новый сервер в офис на 200 столов. В 1996 году Intel предприняла попытку спустить P-Pro в сегмент относительно доступных рабочих станций. Был выпущен чипсет Intel 440FX и материнская плата на нем VS440FX. Венера. Выглядит, конечно, эротично. АТ-эксплата с PS пополам, USB 1.0 и DMA режимами IDE. Целых 4 разъема PCI версии 2.1. А значит, где-то там бас-мастер. В общем, с первого взгляда вполне обычная материнка, а года для 98-го. Конечно, для продвинутого ретро-фаната не составит труда разглядеть на этой Венере старческие морщинки в виде сим-памяти и отсутствия AGP. Выбор видеокарты таким образом сводится к трем вариантам. Поставить 2-мегабайтную 3.64 и строить из себя серьезного дядю, которому вообще не до игр. Поставить 4-мегабайтную Virgil и погонять первую ларку в S3D. Поставить NVIDIA Quadro PCI, аналогичную GeForce 4 MX и вообще не иметь ограничений в графических тестах. Угадайте, какой вариант выбрал я. Но главный герой сегодня – это все равно процессор. Он суперскалярный, трехконвейерный, с внеочередным исполнением и совершенно новым декодером команд для уверенного распараллеливания кода. Полноскоростной кэш до 1 мегабайта. 36-битный PAE с теоретической поддержкой до 64 гигабайт оперативки. В общем, мозг даже здорового, подготовленного пикобоярина мог запросто сдетонировать. Ведь в 96-м еще вовсю продавались сборки на Socket 3, AMD K5 в среднем сегменте, а первый Pentium был де-факто топовым продуктом, потому что Pentium Pro валялся далеко не в каждом столичном магазине. Наш экземпляр, правда, не самый дорогой. Здесь всего 256 килобайт кэша, зато частота 200 МГц, на которой эта линейка и закончилась. А еще у него самый последний степпинг, в котором исправлены, да, достаточно серьезные ошибки в ядре этого убервычислителя. Ну а первый запуск традиционно уже закончился, угадайте чем? Опять прошиваем биос до последней версии. И только потом ставим 98-ю винду. Да, я тоже читал статью на Википедии и помню, что у Pentium Pro есть проблемы с исполнением 16-битного кода. Но тут надо не забывать, что актуальная винду в 95-м году была 95-я, простите. И в ней действительно было немало 16-битных модулей, что и приводило к снижению производительности. Но в 98-й SE ситуация уже немного другая, ведь команда разработчиков постепенно пыталась отказываться от 16-битных кусков, хотя часто упиралась в объемы оперативки, домашних ПК. Объем оперативки и у нас не особо огромный, 64 МБ. И если не особо заморачиваться поисками, то для 4-х СИМов это практически предел. Однако это не помешало провести достаточно подробное тестирование этой удивительной системы. Конечно, даже при всех регалиях ни с какими суперкомпьютерами из топ-500 ее не сравнить. Поэтому в графиках сегодня появятся разные сборки из моих предыдущих выпусков. А три главных конкурента это Pentium 2 266, Celeron 266 и Celeron 300A. Все они будут протестированы на материнке Aopen на чипсете Intel 440LX с тем же объемом памяти и с той же видеокартой. Сразу к делу. CPU-Z Vintage Edition показывает нам, насколько Pentium Pro быстрее Pentium MMX на одинаковой частоте. Полутора кратная разница. Жаль, что против Pentium 2 и даже против Celeron без кэша у нашего профессионала ничего нет. Наверное, так и должно быть, ведь эти процессоры прямые продолжатели линейки P6. Ну а тот же Cyrix 3, который я посмел поставить рядом с P-Pro, проиграл старичку в тесте FPU. И довольно прилично. Прирост от разгона до 233 МГц не шокирует. Но он есть. Масштабируемость присутствует. В WinBench 99 самые близкие к Pentium Pro результаты оказались у его же потомков. Celeron 266 и 300A. Причем оба впереди в подтесте FPU. Но в целочисленной арифметике 266 сильно проиграл. Получается обратный результат по сравнению с CPU-Z. Но средний уровень по нашей с вами ретро-больнице уже понятен. Здорово отрезвляет сравнение с VEA C7. Пусть даже между ними и целое десятилетие. В Windows 2000 CPU Mark дает какой-то очень странный результат. Да и масштабируемость в разгоне куда-то делась. В арифметике C-Soft Sandra продвинутая архитектура Pentium Pro позволяет держаться на равных с VEA C3. На вчетверо большей частоте. Невелика победа, конечно, но уж какая есть. Против более новых интеловских процессоров даже разогнанный P-Pro откровенно не тянет. Разница между Windows 98 SE и 2000 в пределах погрешности. А вот в мультимедиатесте все поинтереснее. Pentium Pro на частоте 233 МГц едва не достал P2-266. Правда, только в одном подтесте – FPU. А мне-то казалось, что это тот самый бенч, где, если нет MMX, нет шансов. Однако неожиданно. Но все это скучище по сравнению с SuperP. Вот это циферки. Windows 2000, ты куда? Всего-то поменяли операционку, а вместо неуверенной победы над Pentium MMX уже можно соперничать с Pentium 2. И даже с Celeron на продвинутой архитектуре Мендосина. Уж не говоря про его частоту. При подсчете 1 миллиона знаков, в принципе, все то же самое. Быстрый кэш P-Pro нивелирует разницу в частоте и скорости памяти на платформе 440FX. Да и разрывы здесь достигают минут, во что просто невозможно поверить. Я, например, и не поверил. Но повторные тесты были неумолимы. В Венрар цифры куда более приземленные. Но, по крайней мере, Celeron 266 остался далеко позади. Да и вообще, надо радоваться, что Pentium 2 настолько превзошел своего пафосного предка. А потом и его самого легко перепрыгнул народный Celeron. Настал момент истины. Графический тест 3D Mark 99. И все основные конкуренты в более-менее одинаковых условиях. Чудо здесь вроде как произошло, но очень уж незаметное. Pentium Pro, несмотря на разницу в частоте и возрасте, опередил Celeron без кэша. Между экземплярами примерно 3 года. И целая пропасть в позиционировании на рынке. Пестрая компания на бэк-вокале здесь показывает, на что способен сам 3D Mark. Это сравнимые системы? Правда? Всерьез можно воспринимать, разве что, да, в очередной раз, процессор от VIA. И хотя понятно, что разработка процессора, даже такого гаражного, как Cerex 3, это сложный и многогранный процесс, не было ли Pentium Pro отправной точкой для Centaur в плане бытовой производительности? 3D Mark 2000 на Pentium Pro не запускается, потому что ему требуется набор инструкций MMX. А вот 2001-му, видимо, не требуется, да? Попрощавшись с остатками логики, разбираем цифры. Раскрыть потенциал четвертого GeForce на PCI Pentium Pro, конечно, не может. Но за годы коллекционирования самого разного железа, сравнимых цифр, я записал немало. Меня, например, впечатлила попытка Коппермайна 667 на интеловской встройке достать грозный Pentium Pro с грозной Nvidia Quadro. Pentium 2 и Celeron 300 уже традиционно скрылись за горизонтом событий. А Pentium Pro на 233 МГц не прошел этот тест ни разу. Drones тоже оказался ему не по зубам, да и Windows 2000 здесь подвела. Celeron на ядре Мендосина в очередной раз вне конкуренции. Ковингтон тоже пытался, но на одинаковой частоте он бы проиграл. Вряд ли, конечно, это кого-то из обладателей Celeron 266 волновало. Ведь за стоимость одного Pentium Pro можно купить коробку 266. Пара-тройка из которых заведется и на частоте 400. Но это я уже пытаюсь делать выводы. А ведь у меня в рукаве еще один тест. Quake 1. Здесь все сразу. И софтовый режим, и OpenGL, и Windows 98, и 2000. Результаты которые лучше бы вообще разведить. Хотя, казалось бы, OpenGL и Windows 2000 это друзья навек. Это вообще суть одно явление. Как мышка и коврик. Как дискетка и синий экран. Но, как видите, не все так просто. И не зря 98 оставалась игровой осью и во времена 2000, и после выхода XP. Сам по себе Quake, конечно, продукт своей эпохи. Пусть даже я использовал Wing Quake для софтовых прогонов. Видно, что нашему профессионалу здесь тяжеловато. Видно это и в периодных тестах, кстати. И никакого открытия здесь мы с вами не свершили. Оставили Ковингтон позади. Уже достойно. Ну а в самом низу графика скромно пристроились два процессора времен зрелого Socket 7. Pentium 200 MMX и Rise MP6 с аналогичной частотой. И вот теперь понятно, что именно их должен был превзойти P-Pro. И со своей задачей блестяще справился. Все, что произошло после, вследствие его достижений. И никак иначе. Что еще? Pentium 2 не тянет против Celeron на ядре Мендосино. Раньше я таких тестов не устраивал. Даже зная результат, какой же ретрофанат поставит себе в сборку бюджетный процессор вместо элитного Pentium 2. С другой стороны, низкоуровневых тестов кэша я не проводил. Для получения надежных, сравнимых результатов, нужно как минимум поставить Pentium Pro на 440 LX. И такие способы есть. Но вот прям сейчас, нашаривая какие-то выводы в темноте, прихожу к парадоксальному. Не так важна была скорость кэша, как его интеграция в ядро. Иными словами, Pentium Pro можно, конечно, рассматривать как модель будущего Celeron. Но, хотя целью там был просто компактный полноскоростной кэш, бонусы от ликвидации дополнительных чипов и шин сыграли на самом деле еще большую роль. Что наверняка стало неожиданностью и для самой Intel, и для рынка. Где же на этом историческом полотне Pentium 2? Правильно, нигде. Голый король, в активе которого разве что обновленное ядро по сравнению с Pentium Pro. Ну и частота, конечно. Что же касается самого Pentium Pro и его родной Венеры. Как и суперкомпьютерная платформа из предыдущей серии, он навсегда замер где-то между поколениями. И остается только удивляться, сколько же их пришло и ушло в 90-х. Передовая заоблачная материнка на практике наверняка впечатляла даже больше, чем действующая модель процессора шестого поколения. Да, он быстрый, но вау, PCI 2.1, контроллер хардов с DMA режимом, звук не надо докупать. А это что за разъемы? Да, USB под виндой работают без вопросов, кстати. Как будто сел погонять зрелый Pentium 4. Жаль, растянуть этот вау-эффект лет на 5-7, как это иногда мечтается покупателям всего топового, на этот раз не получится. Хотите поспорить? Просто представьте себя докупающего Симы уже после выхода доступных DDR-платформ. Да здравствует 90-е! Да здравствует их короли! На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...